Ну а одной из главных тем уходящей недели стал рабочий визит лидера Узбекистана в Германию. Программа пребывания президента Шавката Мерзиёева в Берлине, выражаясь языком информационщиков с пометкой «молния», была насыщена и наполнена резонансными событиями. Немецкое качество и расчёт сдавали тон всем мероприятиям. Сегодня страна с берегов Рейна по праву считается индустриальным и технологическим локомотивом европейского континента. И это как раз тот момент, когда всё новое отнюдь нехорошо забытое старое. Узбекистан из страны Центрально-Азиатского региона. Каждый, в зависимости от темпов экономического развития, нуждается в последних технологических разработках. Особенность эта актуальна с точки зрения наращивания экспортного потенциала пяти государств в саму же Европу. Как отмечал Шавкат Мерзиёев на полях саммита ЕБР в Самарканде в мае этого года, товарооборот Узбекистана со странами ЕС вырос на 65%. Портфель реализуемых и перспективных проектов с ведущими европейскими компаниями и банковско-финансовыми институтами превышает 20 миллиардов евро. В Берлине глава нашего государства принял участие во встрече лидеров стран Центральной Азии с федеральным президентом Германии Франком Вальтером Штанмайером. А на двусторонней встрече президента Узбекистана и Германии обсудили актуальные вопросы сотрудничества между нашими странами. Затем руководитель страны принял участие в работе экономического форума, организованного под эгидой Восточного комитета немецкой экономики. Отметим, что формат Центральной Азии, Германия, задействована впервые. И то, что это происходит в нынешний непростой период, когда множество факторов влияет на разрыв в логистике, нарушая при этом сложившийся баланс внешнеполитических и торговых отношений, вполне понятно. Капитал, технологии, индустриальные ноу-хау должны работать и внедряться. Без подобного логического продолжения все перечисленное теряет свою экономическую целесообразность. Из Германии комментарий нашего обозревателя. Партнерство с блестящими перспективами. Так говорят последние годы о сотрудничестве Узбекистана и Германии. Оно вышло на беспрецедентный уровень. Примеров тому немало. Но сегодня речь об этапном событии сентября 2023-го. Вернее, его итогах. Вновь подчеркнувшим, что руководство Федеративной Республики Германии высоко оценивает инициированные президентом Шавкатом Мерзиёевым реформы. Причём это не декларативные заявления, а реальные практические шаги по наращиванию взаимодействия с республикой, кардинально модернизирующей и диверсифицирующей экономику, проводящей дальнейшую демократизацию общества. Авторитетнейший член ЕС, страна, безусловный лидер в своём регионе, всецело поддерживает и новую региональную политику Узбекистана по созданию в Центральной Азии атмосферы дружбы и взаимного доверия, конструктивного сотрудничества. В мае 2023-го, напомним, была достигнута договорённость о запуске диалоговой площадки в формате «Центральная Азия-Германия». И работа в этом направлении уже началась. Дворец Бельвю. Резиденция федерального президента Франка Вальтера Штанмайера. Две очень важные встречи. Каковы их итоги? В формате «Тет-а-тет» рассмотрены актуальные вопросы развития узбекско-германских многоплановых отношений. Это сферы инноваций и технологий, зелёной экономики, альтернативной энергетики, транспорта и логистики, образования и культуры. Целевой ориентир также – наращивать совместные усилия по реализации ранее достигнутых договорённостей, углубить практическое взаимодействие в формате «Центральная Азия-Германия». Конкретные задачи определены и на полях встречи лидеров Центрально-Азиатского региона с федеральным президентом. Среди обозначенных Шавкятом Мерзиёевым направлений практического партнёрства – высокие технологии и инновационное развитие, транспортные коммуникации, зелёная энергетика, профессиональное образование, активные культурные и академические обмены. Более чем успешный пример – уникальная выставка культурно-исторического наследия во всемирно известной галерее Джеймса Симона в городе Берлине. Всего за несколько месяцев её посетили более 200 тысяч жителей и гостей столицы Германии. Резиденция федерального канцлера Олафа Шольца. И здесь состоялось два определяющих перспективы партнёрства важных событий. Первый – саммит лидеров стран Центральной Азии и Германии. Каковы его итоги? Обсуждены перспективы расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, развития зелёной энергетики и адаптации к изменениям климата, вопросы охраны природных ресурсов и окружающей среды, а также совместные усилия в области обеспечения стабильного и устойчивого регионального развития. Сама встреча, уверены стороны, наглядно доказала, что формат диалога «Центральная Азия-Германия» стал эффективной площадкой для открытого диалога и формирования новой повестки практического сотрудничества стран региона с немецкой стороны. И на полях данного саммита определены имеющие общерегиональное значение, приоритетные направления долгосрочного сотрудничества. Это развитие инвестиционных, инновационных и технологических связей и обменов, внедрение возобновляемых источников энергии, глубокая переработка сырьевых ресурсов, усиление транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, продвижение зелёной повестки, подготовка специалистов для различных отраслей в соответствии с немецкими стандартами, оказание гуманитарной помощи населению Афганистана. А ещё лидерами стран «Центральной Азии» поддержано предложение немецкой стороны об установлении стратегического регионального партнёрства между «Центральной Азией» и «Германией», о проведении регулярных встреч и консультаций в данном формате. Итогами же переговоров президента Шавката Мерзиёева с федеральным канцлером Олафом Шольцем стали приняты решения о расширении делового партнёрства, углублении кооперации в экономической, инвестиционной, транспортной, энергетической и других сферах взаимодействия. За последние годы показатели товарооборота и промышленной кооперации между нашими странами увеличились в два раза. Сформирован новый портфель проектов в горнодобывающей отрасли, энергетике, химии, электротехнике, текстильной промышленности и инфраструктуре. Но и это далеко не предел. Потому озвучены конкретные предложения по регулярному проведению совместных экономических мероприятий, реализации проектов в сфере альтернативной энергетики, цифровизации сельского хозяйства и управления водными ресурсами, глубокой переработке сырья, расширению финансовых инструментов, укреплению связей между регионами двух стран, взаимодействию в области миграции и мобильности. Наши страны будут и дальше развивать культурно-гуманитарные обмены, расширять совместные программы в области науки и образования. Благодаря тем соглашениям между главами ДОВКОСТАРТС появились еще больше возможностей для молодежи. Сегодня мы видим, как активно развиваются научные обмены, инновационные взаимодействия благодаря инициативам нашего президента. Я, к примеру, приехала сюда по научной стажировке, так как моя тема является медиа-контентой Германии и Узбекистана. Мне было очень важно посещать эту страну, чтобы я на месте могла изучить здешний опыт, а также сопоставить с опытом, который аккумулирован в Узбекистане. Очень многое делается для того, чтобы мы могли вести свою научную деятельность в партнерстве. И я уверена, что состоявшийся визит нашего президента откроет еще больше возможностей и перспективов. Президент Шавкат Мерзиёев в ходе своих рабочих визитов особое внимание уделяет расширению экономического взаимодействия. Так было и на этот раз. В ходе встреч с деловыми кругами, которые состоялись первая в Мюнхене, вторая здесь, в Берлине, были определены новые точки роста и запущены новые проекты и программы, новые совместные предприятия. Так, по итогам майских мероприятий было подписано соглашение более чем на 9 миллиардов евро. И в этот раз обозначены новые точки роста, новые проекты. Сегодня активный портфель инвестиционных проектов Узбекистана с компаниями и банками Германии превышает 20 миллиардов евро. Самое главное – все эти проекты в высокотехнологичных сферах. Узбекистан и партнеры из ФРГ проводят большую работу по модернизации ведущих отраслей экономики. Вместе создают эффективные цепочки добавленной стоимости и тысячи новых рабочих мест. Эти факты привел президент уже на состоявшемся 29 сентября в Берлине экономическом форуме, подчеркнув, наша страна заинтересована в появлении новых площадок и платформ для открытого диалога с бизнес-элитой Германии. Предлагаю придать экономическому форуму Центральная Азия и Германия регулярный характер и очередную встречу провести в Узбекистане с участием деловых кругов всех наших стран. Сегодня страны в полной мере ощущают посредствия глобального кризиса доверия. Именно они продолжают негативно влиять на мировые рынки и вынуждать государства искать альтернативные торгово-логистические маршруты. В этом плане глава государства обратил особое внимание на процессы Центральной Азии. Это уже совсем другое, это сильный и сплоченный регион. Наши страны вместе эффективно противостоят современным вызовам, демонстрируя устойчивый рост. По оценкам экспортов Европейского банка и реконструкции развития в ближайшие годы совокупный рост валовых продуктов наших государств будут стабильно сохраняться на уровне выше 5%. Встреча с бизнес-элитой Германии – это и обозначенные лидером страны конкретные направления расширения партнерства. Первое. Германия является нашим ключевым инвестиционным, инновационным и технологическим партнером в Европе. В целях поддержки региональных проектов предлагаю провести в Узбекистане Центральную Азиатскую выставку высоких промышленных технологий, ведущих немецких производителей. Второе. Мы развиваем стратегическое партнерство с германским бизнесом в области зеленой энергетики. Это наш абсолютный приоритет. Стремление германских крупных энергетических компаний работать именно в Узбекистане, оно продиктовано результатами широкомасштабных президентских реформ, которые осуществляются в энергетическом секторе Узбекистана. Ведь Узбекистан, он стал лидером региона в организации производства зеленой энергетики и декарбонизации. Мы в соответствии с инициативами и поручениями президента сосредотачиваемся на привлечении самых передовых технологий в энергетику. И сегодня нашими партнерами из Германии выступают такие компании, как Siemens Energy, SAP, ONS Frankfurt. С компанией Siemens Energy достигнута договоренность в нескольких стратегических направлениях, в частности, сооружений ветровых станций в республике Кыркал-Пакстан с суммарной мощностью от 5 до 6 гигаватт. Достигнуто соглашение между Узбекнефтегаз и компанией SAP по внедрению систем ERP в производственные процессы, а также оказание услуг по ремонту турбин с компанией ONS Frankfurt и CIEM. В целом, в ходе этого визита нами подписано 8 соглашений в области энергетики на общую сумму 6,4 миллиарда долларов. На региональном уровне выступаю за разработки и принятие программы сотрудничества с немецкими инженерно-проектными центрами и промышленными холдингами по реализации проектов «зеленой экономики». Третье. Особую актуальность приобретают совместные проекты в области критических сырьевых ресурсов. Наша модель делового сотрудничества основывается на внедрении передовых технологических решений для переработки сырьевых материалов с организацией экспорта промышленной продукции. Четвертое. Экспорты подтверждают, что Центральная Азия имеет весь необходимый потенциал для полного обеспечения внутренних потребностей и организации экспорта страны Европы качественных продовольственных товаров. Пятое. В нашей повестке дня остро стоят вопросы, связанные с необходимостью снижения транспортно-логистических издержек для бизнеса, возросших в условиях геополитической нестабильности. Президентом отдельно обозначены основные направления развития взаимосвязанности между Европой и Центральной Азией. В ходе визита нашего президента представителям Министерства транспорта также были проведены переговоры и встречи с представителем крупных немецких компаний, таких как DB Engineering, Папенбург, Фрапорт, Ренус и другие. В ходе этих переговоров с компанией Папенбург были обсуждены дальнейшие шаги развития сотрудничества в Узбекистане в сфере строительства автомобильных дорог. С компанией DB Engineering совместно с компанией Папенбург была достигнута договоренность по реализации проекта по дуальному образованию для специалистов в сфере транспорта. Для развития транспортной сферы необходим также транспортно-логистическая инфраструктура. Для этих целей представителям Министерства транспорта были проведены переговоры с компанией Ренус, в ходе которого была достигнута договоренность о создании совместных предприятий в Республике Узбекистан совместно с Узбекистаном и по созданию современных логистических центров в Самаканде, Анджане и Ташкенте. Важно отметить, что активный усилий и личный вклад в расширение взаимовыгодного сотрудничества, формирование инновационной повестки и новой платформы для прямого диалога с бизнес-сообществом Германии вносят многие германские партнеры. Мы с вашим президентом уже встречались несколько раз. Хорошо помню нашу первую встречу. Она стала хорошим сигналом для экономики Германии. Мы много говорили об индустриальном развитии, сотрудничестве между компаниями. Знаете, меня всегда удивляла одна черта главы вашего государства. Он очень внимательный и проницательный. Причина в том, что он всегда запоминает имена всех, названия компаний и все проекты. А это означает всестороннюю поддержку и доверие в укреплении сотрудничества. Есть много направлений, которые нас интересуют в Узбекистане. Я уверена, что наше сотрудничество будет очень полезным. Да, примеров успешного партнерства с Узбекистаном сегодня немало. В списке этом и завод по производству степловолоконных и композитных материалов «Фальк Парше Файбер Глаз». При выходе на полную мощность здесь планируется производить 13 тысяч тонн стекловолокна, 6 тысяч тонн композитных материалов и полимерных покрытий в год. Рынок для иностранных инвестиций изменился в лучшую сторону и не только в вашей стране, но и во всем регионе. В этом, конечно же, значительные усилия Узбекистана. На сегодняшний день более 200 предпринимателей намерены инвестировать серьезные средства в экономику вашей страны и уже налаживаются связи. А это показывает, насколько значим и важен визит вашего президента. Лидер Узбекистана на встрече выдвинул важные инициативы, идеи, которые на сегодняшний день имеют глобальный характер. Потому что руководитель вашей страны хорошо понимает экономику, знает, что нужно для немецких предпринимателей, может предвидеть успешные рубежи. Мы должны воспользоваться этим. С еще одним глобальным технологическим лидером из Германии реализован проект по производству асфальтобетонных смесей для дорожного строительства готовых бетонных изделий. Я думаю, что наша компания является и будет успешной компанией, которая реализует бизнес в Узбекистане. Я считаю, что сочетание немецких технологий и природных ресурсов Узбекистана создают большие возможности для обеих сторон производить экологически чистую продукцию, которую можно будет экспортировать в страны Европы. Отечественная отрасль строительных материалов также активно реализует совместные проекты с одним из крупнейших производителей этой продукции в мире – всемирно известной компанией КНАУФ. Речь идет о нескольких заводах по выпуску гипсовых строительных плит и сухих строительных смесей. Я считаю, что между двумя государствами налажено эффективное сотрудничество. Германия проявляет большой интерес к региону и, в частности, к Узбекистану. Вложено много инвестиций. В стране созданы благоприятные возможности для инвесторов. Государство стабильно, что важно для иностранных инвесторов. К настоящему времени наша компания построила три крупных завода в Бухаре и Фергане и планирует открыть еще одно предприятие в Ташкенте. Я горжусь тем, что наша компания КНАУФ ведет бизнес в регионе, у которого большие перспективы развития. На данный момент мы инвестировали в Узбекистан 240 миллионов евро и планируем направить еще 200 миллионов евро. У нас есть проект в Ташкенте, где мы тесно сотрудничаем с властями. Строим наш четвертый завод. Мы также планируем открыть наш пятый завод в стране. Успешно реализуются проекты в автопроме. Так, узбекско-немецкое совместное предприятие GVMAN Auto Uzbekistan предлагает широкий спектр грузовых автомобилей. На сегодняшний день модельный ряд составляет десятки позиций. Активно расширяется партнерство из серии железнодорожного транспорта, к примеру, с немецкой компанией Deutsche Bahn. Она участвовала в различных железнодорожных проектах, например, в развитии ташкентского метрополитена и строительстве 19-километрового тоннеля на перевале Камчик. Узбекистан важная для нас страна. Что касается инвестиционного климата вашей страны, то за последние годы он значительно улучшился. Мы очень этому рады. Железные дороги – это одно из хороших отраслей для экономического роста государства. Мы также уже несколько лет сотрудничаем в этом направлении с Узбекистаном. Под руководством вашего президента Шавката Морзиоева внедряются ряд реформ и нововведений. В дальнейшем мы запланировали реализацию ряда проектов в Узбекистане. В частности, электрификация транспортной системы, предоставление грузовым автомобилям возможности работать на высоких скоростях. Говоря о сотрудничестве Германии и Центральной Азии, это была очень важная встреча. Мы очень рады, что нам предоставили такую возможность. Визит президента Республики Узбекистан Шавката Морзиоева сюда, Федеративную Республику Германия, стал событием этапным. Как для расширения двухстороннего сотрудничества, то есть между Узбекистаном и Германией, так и для активизации контактов в формате новой диалоговой структуры Центральная Азия-Германия. И на данной платформе глава государства обозначил целый ряд важнейших инициатив, которые будут работать на дальнейший страновой и глобальный рост. Сергей Либаев, Акмаль Расхаджаев, Бахтер Файзулаев. Специально для программы «Тахлил-Нама» из Берлина. Субтитры создавал DimaTorzok